Первый бог, который покровительствует Руни Феха, это бог Фрейр, древнескандинавская Фрейр или Фрейр, также в древнегерманском его называют Ингви, переводится как Господин. В германо-скандинавской мифологии бог, плодородие и лето происходит из рода Ванов, сын Вана Нерда, это отец Фрейра и великан Шискади. Отец Фрейра Нерд, в свою очередь, приемный сын Одина, оставленный Ванами в Асгороде заложником после заключения мира между Асами и Ванами. Ну, была войнушка, но опять же, смотрим глазами духовными, в чем состояло противостояние, это нужно рассматривать духовными глазами, а то, что это преподнесли в определенном аспекте понимания человека, то это только для того, чтобы приблизить покровительство Бога. Сестра, покровительство Богов, сестра-близнец Фрейра, это Фрея или Фрейру, ну, Фрея, она одна из покровительниц тоже Руны Феха, мы познакомимся в следующем слайде. Фрейру подвластен солнечный свет, он посылает людям богатый урожай, поэтому можно вопрошать к Богу Фрею о богатом урожае или усиливать значение Руны Феха. Фрейру мало уступает в красоте самому Бальдару и так же добр, как и отец Нер, поэтому, взывая к Богу Фрею, мы можем полагаться на его доброту и отзывчивость, точно так же, как взывая к Бальдару. Он не любит войн и ссор и покровительствует миру на земле, как между отдельными людьми, так и между целыми народами. Поэтому, если у вас, вы обращаетесь за помощью к Богу Фрею, находясь не в спокойном состоянии или в ссоре, или не находясь в мире, с самим собой, землей, с отдельными людьми, то это бесполезно. Он как раз в этом плане, пойдите, примиритесь сначала, пойдите, успокойтесь. Священным животным Фрейра является кабан. В легендах упоминается, что Фрейр получил от Валена корабльский ладнир от Синдри вепря гулин бурсти, у которого шерсть была чистым золотом. И в качестве зубного подарка боги даровали Фрейру Лю Сальфхейм, или Альфхейм, как его еще называют. От имени Фрейра Ингви происходят многочисленные германские имена. Ингвар, Ингмар, Ингеборга, Ингрид и так далее. Так что довольно знаменитый и миролюбивый бог, поэтому обращаться можно к нему в любой момент. Но главное помнить находиться в мирном состоянии, в первую очередь себя. Покровительницей руны Феха является светлая богиня Фрея. Я ее так называю, светлая богиня Фрея. Я видел ее в третьем восприятии, очень красивый образ, очень красивый. Видать, наполненность такая красотой, вот она так и отражается, так и проецируется на восприятие людей. Фрея происходит из рода Ванов, она дочь Вана Нерда, как уже я говорил. Нерд приемный сын Одина. Мы тоже об этом говорили. В Асгарде Фрея первая после Фрик. То есть одна из желанных богинь. Равных ей по красоте не было и нет во всем мире, ни среди богов, ни среди людей. А ее сердце так мягко и нежно, что соответствует страданию каждого существа. Кстати, Фрея является покровительницей кошек. В Фреи есть волшебное соколиное оперение, надев которое можно летать в образе сокола. Поэтому если вы увидите пташку, ну не обязательно сокола, а любую пташку, Фрея может проявляться в любом образе птицы. Также у Фреи есть золотое жерелье Брисен Гемин, которое она получила, проведя ночью тремя гномами. Опять же прошу воспринимать это по-другому, потому что четыре гнома это четыре первоэлемента земной стихии. Вот как ни странно, все земные элементы могут делиться кратно на четыре. Поэтому гномы это четыре первоэлемента стихии земли или мира свартальхейн. Я так намекаю вам, подумайте, чтобы вы опять же не думали, что боги такие же, как и люди. Когда Фрея плачет, из ее глаз капают золотые слезы. Поэтому то золото, которое ищут маленькими крупинками, это слезы Фреи. Кроме того, Фрея предварительница валькирий. Вот Фрея это первая богиня, которая поведет вас, дорогие валькирии, дорогие ведьмы в бой, когда настанет день ригнарек. Ездит Фрея на колеснице, запряженной двумя котами. Вот почему она покровительница, первая покровительница кошек и котов. И кто умеет общаться со своими животными, вы можете через животных даже общаться с богиней. В качестве домашнего животного у него вепрь хильди свиньи. Живет Фрея в прекраснейшем дворце Фольванге, поле людей, народное поле. Главный зал, которого называется Сесрумнир. Ну вот, скандинавским не дружу. Помимо любви, Фрея управляет плодородием, урожаем и жатвой. Она также забирает себе половину павших воинов, вторую половину забирает себе Один. Это не означает, что она забирает себе худших воинов, чем Один. Они делят павших воинов между собой. Поэтому можно попасть и к Фрею служить, и к Одину служить. Это уж как боги поделят. Но и с Одином, и с Фреей будет замечательно. Фрея вышла замуж за бога по имени От, который, по некоторым средям, был воплощением бога Одина. А еще по некоторым преданиям, сама Фрея является неким воплощением богини Фрик. То есть множественность. Ну, для пятимерного сознания я даже этому не удивляюсь. Самым ярким символом красоты и могущества Фрея является ее золотое жерелье. Брисингамен, созданный четырьмя кузнецами, гномами, братьями Брисингами. Фрея не могла пройти мимо его красоты и предлагала за него дварфам различные вещи, представляющие цены. Но те установили цену в одну ночь, проведенную каждым из них с Фреей. Ну, Фрея вообще богиня плодородия. Даже по некоторым преданиям, Фрею называли и другими именами. Я сейчас, может, и не вспомню, но богиня и плодородия и в Древней Греции, и в Древнем Риме. И Зида, по-моему. Ну, разные имена. Ну, в данном случае это одна из ипостасей Фреи. Есть мнение, что после этой сделки, вот, покинул супругу, и та искала его, проливая слезы. Когда они касали земли, они превращались в золото, падая в море, они становились янтарем. Фрея научила, кстати, асов искусство волшебства, и она первая научила колдовству Одина и искусству традиций Вики. Ну, это, опять же, предание. Сейд. Сейд – это аналог Ковина. То есть Ковин и Сейд – это собрание, собрание ведьм, которое занимается волшбой. Вообще всем ванам известно искусство волшбы. Поэтому магия больше исходит не от асов, а от ванов. Поэтому, если мы хотим, например, постигать знания, то нам нужно работать с Ванхеймом и призывать Фрею, особенно относительно волшбы и колдовства. Вот такая вот светлая богиня Фрея. Это я так дал вам распечатку, чтобы вы ознакомились. А еще я дал распечатку для того, чтобы у вас появились вопросы, вы могли немножко порыться и поработать все-таки самостоятельно, а не только то, что я вам даю в презентации. Пусть у вас возникает желание получать больше информации самостоятельно, откапывая новые интересные вещи, читая о богине, о тех богах, которых я представляю в презентации. Могу от себя сказать, мое знакомство со светлой богиней Фреей в том, что когда я прочувствовал ее присутствие, у меня внутри такое было умиротворение, которое я никогда не ощущал. Это такое вот спокойствие и мир, такая уверенность и наполнение нежностью. То есть вот как будто дыхание Фреи это одна сплошная нежность, при том нежность, извините за интимные подробности, не сексуальная нежность, нежность какая-то такая миловидность, миловидная нежность. И становишься таким вот каким-то сентиментальным, тянет написать какой-то стих, объясниться любимой женщине в любви, ну вот где-то так. Вот это дыхание Фреи. И по моему восприятию неописуемая красота, которую вот описать ее практически невозможно. Еще проявление богини Фреи было в образе моей жены. То есть я сначала не понял, думал, что мне кажется, ну вот во сне мне казалось, что мне снится моя жена, но на самом деле иногда боги играют такую шутку, они могут проявляться в виде тех людей, кого мы знаем. Вот она явилась как моя женщина, как моя жена и разговаривала со мной. Это было удивительно, я это понял потом, я думал, что мне снилась жена, а на самом деле снилась богиня Фрея. Так что, ну, возможно, эту презентацию будут однажды смотреть не только ведьмы, но и ведьмаки. Могу вам сказать, что ваша женщина – это воплощение богини Фреи. Ну, а у женщин воплощение вашего мужчины может быть в каком-то другом боге, даже в том же Одине. Или вот, например, в Нерде. Давай я тебе покажу Нерда. Тоже, естественно, отец Фреи и Фрея, бог Нерд, замечательный бог, он всегда молчаливый. Это я по собственному опыту. И с ним лучше всего разговаривать у воды. Он очень сильно любит воду. Недаром его называют представителем ветра и морской стихии. То есть он любит, вот особенно, знаете, как если выйти к любому водоему, к озеру, к воде, особенно в сильный ветер, то можно прочувствовать, очень хорошо подключиться к Нерду. А так он в основном молчаливый. Он в этой стихии как-то лучше проявляется. После войны ванов и асов он становится заложником у асов, это в младшей эде есть. Уже часто причисляется к асам. Причисляется Ноа Туни, в древне скандинавское корабельный двор, который расположен, согласно младшей эде, на небе, но вместе с тем у моря. Когда асы убивают великана Яци, Нерд женится на его дочери, богине-охотнице Скади. Скади согласилась выйти замуж за Нерда в знак примирения с асами, но не смогла жить с ним у моря, где ее будили крики чаек, поэтому они живут по 9 суток в жилище Нерда на Атуни и столько же в Трюмхейме, в горах, так как Скади любят горы и волков. В речах Вальтрудира, старше эда, говорится, что Нерд вернется к ванам в конце мира. Нерд богат, имеет власть над морем, ветром и огнем, покровительствует мореплаванию, рыболовству, охоте на морских животных. Если, например, обращаясь к богу Фрею, вы можете даже почувствовать, что он вам отвечает, то есть вы можете услышать какой-то ответ, духовным, конечно, слухом. В Фрею вы можете почувствовать дыхание, хотя, опять же, это мой опыт, у вас может быть другой опыт, и вы, надеюсь, распознаете, то Нерд всегда молчит. То есть получается, вроде бы как к нему обращаешься, он выслушивает и уходит, ничего не отвечает, а потом спустя какое-то время удивляешься, что-то происходит. Так Нерд отвечает, он не любит много говорить, он вообще не разговорчик. Он любит слышать шум моря, звуки волны, разбивающиеся об скалы, и смотреть на воду. Поэтому призывать бога Нерда лучше у воды. Иногда, знаете, вот традиция, когда монетку бросаешь в воду, это вот приношение Нерду. Поэтому вот мой опыт именно такой. Пусть у вас будет свой опыт.